Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. В зале, где проходит заседание Совета Безопасности ООН, было очень шумно. Но вдруг многие из присутствовавших перестали громко говорить и посмотрели на дверь. Вошел глава МИД РФ Сергей Лавров. Свой интерес к вошедшему не старались скрыть дипломаты из Великобритании и США. Двухдневный визит в Нью-Йорк Лавров начал с участия в открытых дебатах министерского уровня о формировании более справедливого и демократического мироустройства. В этом месяце Россия председательствует в Совете Безопасности ООН. Одной из дипломатических инициатив Москвы стало обсуждение на уровне Совбеза этой крайне востребованной особенно в странах глобального юга темы. Чтобы выступить на дебатах, записались 53 делегации. Заняв кресло председателя, Лавров заявил «Правь, Америка! В этом суть пресловутого порядка, основанного на правилах, прямой многополярности и международному праву». Министр напомнил членам Совбеза, как координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби от имени президента США заявил «Мы не стремимся к Третьей мировой. Это имело бы ужасные последствия для европейского континента». Как говорится, оговорка по Фрейду, в Вашингтоне убеждены, что от глобальной пострадают не США, а их европейские союзники. «Это крайне опасное заблуждение», – подчеркнул Лавров. Он рекомендовал странам ЕС осознать, какая роль им уготовлена. Но избежать самого негативного сценария, добавил министр, «все еще можно». Чтобы отойти от пропасти, Лавров предложим всем сделать четыре судьбоносных шага. Устранить первопричины разразившегося в Европе кризиса. Восстановить региональный и глобальный баланс. Реформировать все институты глобального управления. Активно использовать для укрепления многополярного мира такие объединения, как БРИКС и ШОС, а также СНГ, ОТК, Африканский союз, ОСИАН и ЛАК. Глава российской дипломатии уверен, что объединенным нациям преодолеть разногласия. Россия пригласила все страны к честному диалогу. Представители западных стран при этом сидели, потупив взор. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на заседании САБЕЗа ООН обратился к постпреду США Линди Томас Гринфилд. Глава МИД РФ поинтересовался, не ошиблась ли она комнатой. «У вас не возникло ощущения, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», – сказал Лавров, обращаясь к постпреду США. Ранее сообщали, что делегация российских дипломатов во главе с министром Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк для участия в заседаниях САБЕЗа ООН, где будут рассмотрены задачи многостороннего сотрудничества. Сопровождающим министра журналистам выдали визы США с ограничением в передвижениях. Представители российских СМИ могут находиться на расстоянии не более 25 миль или 40 километров от центра Нью-Йорка. Кто бы мог подумать еще пару лет назад, что подобное можно будет услышать от главы Минфина США Джанет Йеллен. На очередных слушаниях в Конгрессе она вдруг заявила, что главным страхом у нее является процесс дедоларизации. С чего вдруг? Ведь еще совсем недавно у нее была железобетонная уверенность в том, что все эти разговоры вокруг ослабления доллара не более, чем пиар Владимира Путина и ко. В 2022 году после введения санкций, которые отпустили нож гильотины и он понес на башку доллара, Йеллен говорила, «Не думаю, что у доллара есть какая-либо серьезная конкуренция и вряд ли она будет в течение длительного времени». Такой наивняк. Но подобные заблуждения были у многих политиков и экономистов прозападного толка. Всем казалось, что позиция доллара еще как минимум 5 десятилетий останется незыблемой. Однако не прошло и пары лет, как всем стало понятно, что система рушится. Еще одно заявление Йеллен двухлетней давности о том, что делает доллар резервной валютой у нас самые глубокие и ликвидные рынки капитала из всех стран на земле. Казначейские ценные бумаги надежны и чрезвычайно ликвидны. У нас хорошо функционирующая экономическая и финансовая система и верховенство закона. На самом деле нет другой валюты, которая могла бы соперничать с ней в качестве резервной валюты. Теперь уже это становится смешным. Хочется пробежаться по пунктам этого гуцпича. О надежности ценных бумаг говорить неуместно. Последнее заявление саудитов о готовности слить все ценные бумаги стран шсемь в случае конфискации активов говорит само за себя. О избавлении Китая от государственных обязательств США вообще не стоит комментировать, и так все понятно. Экономическая система демонстрирует очередной пузырь, который заявляет вот-вот лопнуть и забрызгать весь мир. Верховенство закона. Вы серьезно? Воровство золотовалютной резервы – это закон? Грабеж частной собственности по всему миру – это закон? Вмешательство во внутренние дела суверенных стран и их принуждение и подчинение интересам США – это закон? Клевать на такую фальшивку остается все меньше желающих. От Америки, отворачивается весь глобальный юг. До встани запада не все готовы слепо следовать в пропасть. Находятся венгры, словаки. Иногда трезвеют турки. Альтернативные пути ищет не только Россия, но и другие заинтересованные в развитии страны. БРИКС стал основной площадкой для откази долларовой системе. Страны все больше объединяются вокруг РФ, чтобы не дать потопить островок надежды человечества на лучшее будущее. Объединение ищет достойные варианты замены доллара, и они однозначно найдены. Уже на следующем саммите ожидается прорывное решение. Кстати, ШОС тоже подключается к этой работе и тем самым демонстрирует, что попытки Запада напугать их санкциями уже не прокатывают. На фоне санкционного психоза, где доллар приобрел статус основного, стало очевидно, что закручивается спираль государственного долга США. Она буквально улетает в космос. Никакого управляемого процесса больше нет. Глобальные инвесторы просто в шоке. Такого еще не бывало. Трамп заявляет подорвать все устои экономики и ввести 60% тариф на все китайские товары, а на возимые в США авто вообще 100%. Его замы разработали проект 2025. Уникальный фолиант содержит 900 страниц машинописного текста, и там есть шикарные размышления о том, что Федеральную резервную систему США пора упразднить. Шольц едет на поклон. Европа впала в зависимость от близкого друга. Деньги оказались важнее принципов. Европейские страны срочно бросились дружить с Сербией после расконсервации ее литиевых рудников, пишет в новостях. Редкий металл-позарез нужен фабрикам и заводам ЕС для производства электромобилей. Однако Белград, подчеркивает автор, не позволит партнерам помыкать им и не отвернется от России своего главного союзника. Канцлер ФРГ посетит, особо не афишируя свой визит, сербскую столицу. В политических кругах Белграда распространяются слухи. Посетит ли Олаф Шольц вновь город на Дуная? В последний раз канцлер приезжал в сербскую столицу летом 2022 года. «Не могу утверждать, что это точно произойдет, но такая вероятность есть», цитирует премьер-министра Сербии Милоша Вучевича в белградские СМИ. Политица также сообщает, что в грядущую пятницу Шольц должен нанести деликатный визит Александру Вучичу. На состоявшейся в среду пресс-конференции правительства ФРГ-пресс секретарь Кабмина Штифен Хибиштрайт подтвердил информацию о поездке главы страны в Белград. Шольц и Вучич примут участие в саммите исходного сырья. Кроме того, ожидается, что канцлера в поездке будет сопровождать ряд представителей немецких компаний. В чем причина столь срочного визита Шольца в Белград? Всякий, кто думает, что на встрече с сербским лидером, одним из последних европейских союзников Владимира Путина, Шольц намерен лоббировать идею или обсуждать проблему Косово, серьезно ошибается. Главными темами для обсуждения станут вопросы экономики, торговли и разного рода соглашений между Белградом и ЕС. В частности, на повестке дня стоит вопрос о литии, важнейшем сырье для производства электромобилей. На территории Сербии находится крупнейший в Европе литиевый рудник. Правительство республики лишь недавно, несмотря на многолетние протесты экологов и активистов, разрешило вести добычу на месторождении. Считается, что в расположенной на западе Сербии неподалеку от границы с Боснией и Герцеговинной Ядарской долине сосредоточены одни из крупнейших в Европе запасов этого дефицитного для остального мира сырья. Решение сербского правительства о возобновлении добычи заставило вздохнуть с облегчением европейскую автомобильную индустрию и многих политиков от Брюсселя до Берлина. Литий – важнейший элемент в производстве аккумуляторов. Однако в глобальной гонке за ценным сырьем европейцы отстают. Китай, на сегодняшний день являющийся лидером в торговле электромобилями, конкурирует с представителями европейской индустрии. Будь то Боливия, Зимбабвия или Сербия, в каждой из этих стран китайские фирмы еще много лет назад получили как минимум частичный контроль над важными рудниками лития и центрами переработки сырья.